Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. И у меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красные фуражки и кричать толстым голосом «ГОТОВ!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником, вроде Олена Бомбара, и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот бомбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда. Я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил. Лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что решил тоже стать самым сильным человеком в дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе, папа, купи мне грушу. — Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. Я рассмеялся. — Нет, папа, не такую. Несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу. — А тебе зачем? — сказал папа. — Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а? — Сколько же стоит такая груша? — поинтересовался папа. — Ну, пустяки какие-нибудь, — сказал я. — Рублей десять или пятьдесят. — Ты спятил, братец, — сказал папа. — Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится. И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся и тотчас сказала. — Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку. И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке. И пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке. Пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек. И много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала. Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. Я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый. У него были разные глаза. Один его собственный, желтый стеклянный, а другой большой белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. А я вот так посмотрел на него, и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. Я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. Я его любил тогда, любил всей душой, и я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. — Ты что? — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. — Что с тобой? А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. Я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал. — Ты о чем, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером. Субтитры сделал DimaTorzok